Привет дорогие зрители, с вами Женя. Сегодня мы проходим игру Get Even. Это игра, которую я очень сильно ждал. К сожалению, выход задержался примерно на месяц по определенным обстоятельствам. Игра от польских разработчиков под издательством компании Bandai Namco. Здесь применены технологии фотореализма, когда при помощи фотоаппарата снимают 3D модель происходящего и переносят в игру. И что ж, давайте будем начинать, посмотрим что у нас получится. Игра нелинейная, здесь будет часто встречаться эффект бабочки, поэтому будем запоминать что с нами происходило. Давайте начинать. Сложность поставим какая есть. Более безопасное путешествие по закоулкам в вашей памяти. Сражения будут не такими напряженными. Давайте пускай будет болезненно. Вы готовы к встрече с любыми воспоминаниями, какими бы неприятными они ни были. Начать. Так, подпишитесь здесь, здесь и еще здесь. Я обязана сказать, что сейчас включен режим только чтения, но мы имеем право и будем вести запись. Однако, что бы вы не видели, это нельзя будет предъявлять как доказательство в суде. Постойте, я до сих пор не уверена, если это правильно. Мне нужно ваше решение, у нас мало времени, и еще немного начнут разрушиваться клетки. Хорошо, я готова. Нас заставили уже что-то сделать. Воспоминания. О, игра уже началась. Блэк, не приближайтесь к месту обмена. Девушка у нас, вам ее не спасти. Не вмешивайтесь. Спасти девушку. Такой брутальный мужчина у нас. Зовут нас Блэк. Мы оказались в психиатрической больнице, что ли. Визуальный стиль просто безумный. Посмотрите на это окружение. У нас есть телефон, значит, мы можем с ним взаимодействовать. Хорошо, давайте двигаться дальше. Сразу скажу, что играю я на геймпаде, потому что мне кажется, так будет более атмосферно. Ну и к тому же игра больше располагает именно к игре с геймпада. Она такая больше консольная. Вы можете ознакомиться с управлением в меню паузы. Я думаю, мне этого не нужно будет. Давайте двигаться. Сразу выходим на улицу. На улицу у нас дождливая погода. И вы знаете, по окружению больше похоже, что это какие-то закоулки России. Потому что все очень по-нашему, по-советски. Посмотрите на этот забор. Я думаю, многие уже видели такие заборы у себя в садиках где-нибудь. Во дворах. Куда мы двигаемся? Но... Что это за место? Помойка. Свалка. Нам не рассказывают, с чего все началось. Сразу бросают вглубь событий. Давайте пойдем вот в это здание. Пытаемся спосить девушку. Что за девушка? Я могу наклоняться. Это мне будет очень полезно. И откуда идут эти звуки? Никого не беспокоит? Это у нас старая машина разваленная уже совсем. Ничего полезного. Давайте двинемся вот в этот дом. Закрыто. Обойдем. Игрик позволяет взять в руки или поменять оружие. У нас оружие... У нас пока что, кстати, у нас уже противник. Что я могу сделать с телефоном? Карта. И фонарик. Я не буду палиться, поэтому фонарик пока не включаю. Здесь у нас уже есть противник. Мне интересно, насколько далеко они смогут меня увидеть. Поэтому пока что не буду пытаться попасться. Увидим предельно аккуратно. По всей видимости, двигаться нужно сюда. Как думаете, не видел? Что здесь? Зеленые индикаторы на торце смартфона указывают, где находятся вещественные доказательства. Удерживайте албом. Меню смартфона. Хорошо. Так, у нас есть меню в телефоне. Найти и спасти заложника наша цель. Так, мемуары. Что у нас в мемуарах? Сообщение. Хорошо. Знаете, как такового обучения-то и не происходит. У нас есть сканер. Надеюсь, пока что с нами никто не будет гнаться, поэтому мы можем спокойно здесь осмотреться. Вы сможете более белые рынки стали зелеными. Начните анализ с помощью РТИ. Так, хорошо. Просканировали. Панель управления. Военная технология. Но тут бесполотник явно какой-то негражданский. Что еще можно сделать? Так, нам нужно просканировать местность. Пока здесь ничего такого, чтобы не было полезно. Эта дверь закрыта. Сюда, вероятно, позже вернемся. А что еще может быть нам интересным? Так, давайте полазим по телефону. Как-то немного неудобно все это работает. Тепловизор. Ладно, пойдем дальше. Везде она вписалась. Никого нету? Будем поаккуратнее. Не сильно... Не сильно попадаться кому-то на глаза, потому что обещают заложников, которые будут реально устраивать нам челлендж. Так, у нас есть... У нас есть возможность сканировать местность. Слушайте, давайте вернемся назад. Я хочу посмотреть, что у нас там можно найти. Вещь только полезная вещь. Так, у нас здесь... Что-то должно быть. Разве нет? Ну, хорошо. Еще раз попробую. А если здесь? Ну, ладно. Тут не поддается. Интересная технология, что это у нас за приложение в смартфоне, благодаря которому мы можем сканировать местность и находиться в какие-нибудь полезные вещи. Видимо, действие происходит в недалеком будущем, потому что... Тут уже явно какие-то технологии новые. Нам уже подсвечивают, что здесь что-то есть. Смотрите, какой-то обрывок. Видимо, нужно подходить к более близкому расстоянию. Найдено ДНК, женский возраст от 18 до 20. Куда они его забрали? Приложение ультрафиолетовый свет вынесли на кровь. Понятно. Можно следы крови найти. Так. У нас есть быстрая навигация. Ультрафиолет. Хорошо. Следы крови, кстати. Куда они ведут? Сюда. Сюда. Спасти девушку. Вот, кстати, наша девушка. Я бы не сказал, что она сильно симпатичная. Наверное, она очень дорога нашему главному герою, потому что, будь она незнакомка, я бы за ней не пошел. Ну, посмотрите. Хотя, может, она и симпатичная. Просто не понимаю. Здесь кто-то был неподалеку. И он далеко не ушел. У нас, кстати, телефон сигнализирует о том, что по близости есть какая-то важная цель по этим зеленым полосам. Мне можно делать... Слушайте, ну классный телефон. Мне бы такое хотелось в жизни, потому что он показывает разные полезные штучки. Например, у него есть тепловизор. Посмотрите. Что это мне дает? Здесь... Опа. А здесь что? Вещдок, однако. Сигарета. Найден фрагмент отпечатка пальца на совпадении с биометрической базой. Что это было? Приятный, кстати, Ambient играет. Помогает в атмосфере. Как у нас происходит нагибание? Я что-то понять не могу. Я увеличиваю таким образом масштаб. Противник. Подождите, у нас где-то здесь противник. И при чем он в здании? Вот так, прямо в рожу. Ну, кому теперь смешно? Я бы до тебя добрался, конечно. У меня бы... Яблочко. У меня бы оружие сейчас. Я бы хотел... Этим мудозвоном настучать по голове. Черт промазал. Такая пушка. Ладно, я пока не буду навязываться в какой-то бой, потому что... Как тебе такое, босс? Там что-то нездоровое происходит, потому что ребята совершенно... Питые на голову. Такая пушка. Такая пушка. Такая пушка. Надеюсь, ко мне сейчас никто не придет сюда. Бутылки с... С отпечатками ДНК. Обнаружен нитротозепам. Действующее вещество снотворных препаратов. Похоже, ее накачали. Так. Ну, девушка тут явно... Не по собственной воле. Над ней, видимо, жестко издеваются. Есть ли это кровь, интересно? И здесь нету ничего, что могло бы быть полезным. Так, как мне сделать так, чтобы я мог наклоняться? Вы знаете, хорошо, что у нас отображается на карте положение врагов. Мне так будет немного поспокойнее, потому что... Подожди, он получается в соседней комнате. Ладно, я не буду сильно шуметь. Раз меня хотят сюда привезти... Сюда я и пойду. Лучше не шуметь. Ликвидация позволяет устранить врагов быстро и без шума, но только здесь. Вот ты где, мой хороший. Иди сюда, падла. Кого ты там похитил? Ну что? Ха, теперь мы вооружены и опасны. Отлично. Коллиматорный прицел, это хорошо. У меня вибрирует геймпад. Что бы это означало? Можно наклоняться из-за угла. Полезная функция. Потом присесть. Здесь должно быть что-то из вещдоков. Просто так нас бы сюда не повели. Что это за тело вообще? Анализ баллистических данных. Хорошее опознанно. Полуавтоматические пистоли. Вы знаете, такое чувство, будто происходят какие-то как щелчки, и у героя просыпаются воспоминания. Давайте сходим сюда. Если честно, когда я сюда заходил, мне казалось, что тут не настолько большое помещение. Ну, соразмерно со школой, может, с больницей. А так выясняется, что здесь много ходов. Вообще, интересны мотивы этих людей. Что они тут делают? У него Bluetooth гарнитура. По идее, его уже должны искать. Мы опять идем куда-то вниз. Что бы тут могло нас... Чувак, не знаю. Она уж совсем девочка. Джаспер говорит, с ней ничего не случится. Просто делай все по плану. Кто это? Видимо, этажом выше. Подожди, так он совсем близко. Они где-то выше меня. Здесь ничего нет полезного. Я не знаю, куда идти. Давайте пойдем сюда, потому что сюда... Надеюсь, никто этого не слышал. Иначе были бы большие проблемы. Я иду четко по их следам. Слушайте, ну изначально мне казалось, что это психическая больница. Ну, а сейчас похоже на то, что... А, не сверху. Сейчас похоже на то, что... Это какая-то тюрьма. Нам с тобой за это заплатят, дружище. Да-да, знаю. Мне нужно позвонить. Сейчас меня здесь и примут. Чего-то меня все это беспокоит. Еще и музыка такая. Слушай, все очень плохо. Ну, вообще, по идее, это должна быть игра с приходами. Потому что у нас главный герой по сюжету находится на лечении. Нужна камера. Здесь много ходов. И куда идти? Я уже запутался. И вообще непонятно, кто мы. Вроде как спецагент. Но у нас какие-то проблемы с памятью. И нас пытаются вылечить. Мы переживаем вспышки прошлого. Очевидно, если нужно. Слушайте, ну, эта музыка меня жаско так накрывает. Что? Тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, подожди. Не надо туда идти. Вот это самое интересное. Ну что? Блин, я его прям не знаю. Шить. Надеюсь, там был хороший глушитель, потому что слышно было далеко. Я знаю, они бывают только по воскресеньям. Но хоть раз своди их не только за гамбургерами. Алло? Алло? Блин, дайте мне ответить. Твою мать. Нас по-любому уже спалили. Пойдем дальше. Вот она. Кто за... Почему бомба сработала? По телефону, небось, болтает. Найди. Окей. Убить его. Подождите, подождите. То есть, получается, я его убил. Но меня пуля потом догнала. Я, блин, не знаю. Как-то это было неправильно. Может... Ладно. Хорошо. Что за бомба? Что за бомба? Почему сработали? В общем, они спалили, что мы... Этого мужика грохнули. Кто это? Снимай его! Не подходи ко мне. Не подходи. Да я ничего тебе не сделаю. Все хорошо. Я друг. Я помогу тебе. Она включена? О, боже, она сейчас взорвется. Помоги мне. Не спойдусь. Я знаю, что тебе страшно, но сейчас... Надо ввести код. Тихо. Так. Майс. Я слышала код. Три-ноль-ноль-один. Три-ноль-ноль-один. Я уверена, что... Я надеюсь, что все хорошо, потому что она еще будет все очень... Нечерно. Напряженный момент. Похоже, у нас серьезные проблемы. Что вообще за девушка? Почему ее похитили? Для чего? Что такое вопросов? А, голова трещит. Попыт. Помню, бомбу. Девушка. Кто со мной? Почему я опять где-то посреди... кустарников? Не помню. Что за херня тут происходит? Ред? Ладно. Смотрит, что я буду кодку Б. Так, у нас пока есть... Какой-то Ред, который пытается нам помочь. Что вообще это за место? Ну, походу, прихода тут будут постоянно происходить. Что это? У меня сейчас вибрирует геймпад. Значит, тут что-то должно быть полезное. Какие-то вещдоки. Бомба. А что она здесь делает? Найдено ДНК. Женский. От 18 до 22 лет. Подождите, подождите. Почему здесь? Мы были совсем в другом месте. Бомба-девушка Кол Блэйк пришел туда, чтобы ее спасти. Слушайте, я пока не совсем понимаю, что вообще происходит. И как это может быть все связано? Для чего они похитили девушку? Одни вопросы. И что вообще за организация? Да если какие-то террористы, тогда в чем их мотивация? Так, мне лучше бы включить все-таки камеру, потому что так хотя бы видно, что происходит. Что? Кто это делает? Хватит? Ну, это уже больше похоже на психушку. Предыдущее здание напоминало мне школу. Протезы. А это уже больше похоже реально на какую-то психушку. Черт. Я что? Здесь один? Тепловых сигналов не обнаружено. Значит, один. Какие-то коридоры запутанные. Слишком подозрительно. Следов крови не вижу. Протез. Хорошо. Давайте посмотрим, что там. Следы ДНК. Совпадение пациент 9-12. Пациент? В смысле пациент? Почему пациент, у которого протез валяется? Что это за больница? Как бы явно, что она психиатрическая, но... Да, так будет лучше. Ничего больше полезного здесь я не вижу. Поэтому... Идем дальше. Прятаться нам не получится. Еще один протез. Подожди. Подожди. Чего сейчас? Я понял. Я понял. Только... Только нам это ничего не дает. Я думал, что тут можно спрятаться. А это так, чисто. Что? Подожди. Если я просканирую, здесь... Должно быть что-то хоть. Да нет. Посмотри. Черт побери. Ультрафиолет. Следы. Подожди. Куда это мы идем? Нас ведут сюда, но зачем? Какая мотивация у главного героя. Что это за место? Путь к спасению. Ну, как бы... Не к спасению, а... Тихо. Тихо. Что... Что твою мать происходит? На. Получив новое сообщение, нажмите А, чтобы сразу его открыть. Это твоя вина. Что я сделал? Я даже ничего не сделал. Слушай. Вы знаете, что-то стало резко жутко. Игра умеет нагнетать. Причем довольно неплохо у нее это получается. А, здесь есть где-то вещдоки. Где-то в той комнате. Так, так. Господи, люди. Что происходит? Помогите. Осторожно. Нестабильная электросеть здания. Используйте рубильник или предохранители. Эти провода, наверное, теплые. Я могу их использовать, чтобы найти. Я понял. Я все понял. Теперь она будет очень кстати. Наш тепловизор. Прикольно. Телефон, все-таки технологии с будущего они реально крутые. Здание такое интересное. Двигаемся сюда. Тихо. Что это было? А игрушка-то у нас теперь валяется. Такого не было. Ой, что-то меня очкова, слушайте. Главный герой тяжело дышит. Настораживает. Наверное, хорошо, что закрыто. Куча колясок, но, блин, атмосфера. Чисто по хороскому. Предохранители. И какой из них мне подойдет? Отлично. Так, это здесь не срабатывает. Окей. У нас получилось сделать. Все, что от нас хотели. Давайте пойдем обратно, посмотрим, сможем ли мы наконец попасть в то помещение. О, фонарик. Полезная штука. Что вообще за люди здесь ходят? Что им нужно? Зачем они эту девушку похитили? Я пока не понимаю. Подожди, а... Дверь-то не открывается. Видимо, что-то все-таки не так сделали. Сюда нас пока не пускают. Значит, что-то нужно сделать с предохранителями. Если там и запустил. Пробую здесь теперь. Слушай, ну... Как-то все... Так, вот тут есть. Ага, два. Попробую теперь крайний. И... Все, теперь все работает. Любой ваш поступок приводит к последствиям. Ну, вы знаете, все как в жизни. Последствия всегда несут какие-то последствия. Да? Эффект бабочки. Хорошо. За что именно ты отвечал? Неужели это ты, значит? Неужели это все по твоей вине? Что это было за приход? Вещ-доки. Это я. Что происходит? Ау? Есть кто? Эй! Эй! Сигарета на один фрагмент отпечатка пальца. Подожди. Но... Это получается уже после? А, нитрозепам... Таблетки нитрозепама... Седативно-гипнотический наркотик. Наркотики. Здесь что-то не так. Коул Блэк. Вернувшись из армии 7 лет назад, Блэк, похоже, провел несколько лет в алкогольном и иногда даже наркотическом забвении. Деньги он добывал подработками в небольших охранных фирмах, где со временем приобрел особую репутацию. Все знали, что он готов взяться за любую работу и в конечном итоге он стал наемным убийцей. Со временем Блэк завязал с пьянством и с головой ушел в работу. Его клиенты щедро платят, но Блэк у деньги нужны лишь для того, чтобы оценить важность контракта и серьезность намерений клиента. Судя по психологическому портрету, Блэк глубок противоречий. Он испытывает угрызение совести после каждого убийства, но только благодаря убийствам он нашел смысл жизни. Сведений о родственниках и друзьях нет. Подожди, это получается... Подожди... Что он там делал? Это... Как вообще понимать? Панель управления БПЛА... Так это все наши вещдоки, как они здесь оказались? Почему все то, что я собирал, оказалось здесь? Как оно попало к ним? Слушай, ну... Тут явно что-то не так. Баллон с газом. Я обнаружил... Я обнаружил... Калат... Калатан... Калатан... Анастатик... Зачем... Твою мать... А, мистер Блэк... Прошу прощения за театральщину. Это... Часть курса лечения. Лечение... Будет гораздо лучше, если вы будете просто дышать. Это... 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 Как это... Вот так хорошо... Что? Кто за... Что это было? У главного героя серьезные проблемы. Он реально какой-то психопат. Видишь? Какого хрена? Вот так, мистер Блэк. Расслабьтесь. Дышите? Вы снова с нами. Возможно, легкая дезориентация... Кто вы такое? Что за хрень в голове? Эй! Тише, мистер Блэк. Это все, о чем я прошу. Ваше замешательство, побочный эффект, лечение. Это неприятно. Я уверяю. Вы в надежных руках. Если это вам поможет... Зовите меня, Рэд. Вы... Накачали меня газом? Я что-то перед этим увидел. Другое место. Поэтому вы и здесь, мистер Блэк. Но сейчас не время задавать вопросы. Офигеть. Слушайте. Ну что ж. На этом закончу. Спасибо, что смотрели. Игра безумно крутая. Давно такого не было. Сюжет офигенный. Реально. История покрыта просто тайнами. Со всех сторон. Как буквально ежиков. Только надголками. Реально будет интересно смотреть дальше. Что тут будет развиваться по событиям. Пока что могу сказать, что... Ну просто мое почтение. Спасибо, что смотрели. С вами был Женя. Оставайтесь на канале. Еще вас ждет впереди много всего интересного. Всем спасибо. До скорых встреч.